Радио Болтком. Утро на Болткове. Да, доброе утро. Мы продолжаем программу. Александр Шунин, Абик Элкин в студии Радио Болтком. И к нам присоединился первый в этом наступившем году эксперт Никита Троянский, представитель отдела вакцинации. Доброе утро, Никита. С Новым годом вас. Прежде всего, с Новым годом. А доброе утро, с Новым годом. Меня хорошо слышно? Да, видно и слышно, всё в порядке. Давайте начнём. Да, начнём, может быть, с такого вопроса, традиционного в Новом году. Всё-таки с каким настроением вы входите в этот Новый год с эпидемиологической точки зрения? Мы помним, что вы говорили, что вы советовали в уходящем году, но всё-таки настроение уходящего года – это одно. Но сейчас всё-таки мы вступаем в Новый год. Ну, хочется что-то, не знаю, приободряющего. Есть у вас какие-то приободряющие, не знаю, новости или вот ощущения? Да, спасибо за вопрос, Абек. Я перед тем, как ответить, скажу, что я слышу у себя достаточно сильные помехи. Я не знаю, радиослушатели тоже их слышат или нет. Может, аудиооператор может помочь с этим. А по поводу настроения в январе, ну, могу сказать, что я вхожу в этот год с достаточно большой озабоченностью о том, как будет выглядеть конец января и февраль. У меня ощущение, что у людей и у политиков в том числе ощущение, что пандемия закончилась. И отчасти это связано с тем, что в СМИ очень много сообщали о том, что вот вирус, новый вирус Omicron менее летальный, меньше людей попадают в больницы. Надо было просто подождать. На самом деле, людей выглядит, что меньший процент людей попадает в больницы, но все равно в абсолютных величинах это будет большое количество. И в Лондоне за неделю на 50% выросло количество госпитализации. В последнюю неделю декабря в Нью-Йорке значительно увеличивались госпитализации. То есть прошел месяц между тем, как там был эпидемиологический подъем и началось заполнение больниц. И в Лондоне и в Англии они опять говорят об открытии полевых госпиталей. То есть фактически значит ли это, что прогнозы о том, что это будет более легкий вирус, ну, не оправдались? Нет, выглядит, что этот вирус легкий, более легкий. Четыре дня назад из Великобритании пришли, на самом деле, качественные данные, которые говорят, что может быть на треть, может быть даже выше, пока что еще сложно сказать, потому что уровень иммунитета в Англии высокий, и сложно отличить, это вирус легче или это иммунитет помогает. Но выглядит, что, конечно, течение заболевания более легкое. Но поскольку столько людей заражается, этот вирус гораздо более заразный, то индивидуальный риск попадения в больницу на самом деле выше, просто потому что эта повышенная зараженность перевешивает пониженную уровень госпитализации. То есть, в принципе, можно сказать, что и Латвии нужно, в принципе, ориентироваться, принимая решения о тех или иных, не знаю, ограничениях, именно на, не столько на количество зараженных, с учетом заразности высоких, сколько на уровень госпитализации, да, в принципе, такую модель, которая уже в последние месяцы прошлого года уже использовалась. Ну да, в принципе, в эру, когда у нас уже высокий уровень иммунитета, то количество зараженных не так много нам говорит, как уровень госпитализации. Поэтому, например, в Литве ограничения, которые будут введены в январе, тесно связаны именно с количеством занятых коек в интенсивной терапии. Насколько я помню, если в Литве выше 215 коек в интенсивной терапии будут заняты, то тогда будут устрожены ограничения. На Ваш взгляд, стоит ли отменять чрезвычайную ситуацию 11 января? Очень хороший вопрос. Нет, я в этом плане согласен с Министерством здоровья, с их предложением о продлении чрезвычайной ситуации хотя бы на 4 недели, хотя реалистично. Я думаю, что до конца февраля у нас омикрон будет на повестке дня. По поводу марта я еще не уверен, и поэтому нет, нет, однозначно не стоит. И я думаю, что при том, что у нас достаточно низкий уровень бустерной вакцинации сейчас, ну, придется устрожать ограничения. Я думаю, что это будет, как всегда, культурная жизнь, социальная жизнь, над которой на какой-то момент нужно будет отказаться, чтобы не переполнить наши больницы. Вот что касается бустерной дозы, понятно, что это сейчас станет таким ключевым вопросом, наверное, для отдела вакцинации тоже. Ну, мы помним историю, как бы, ну, не знаю, стимулирования или побуждения к вакцинации прошлого года. И сначала правительство действовало, не знаю, методом побуждения, не знаю, рекламы. Все мы это видели, наблюдали. Это сработало, как мы ожидали, на ту аудиторию, которая и так была готова пойти и вакцинироваться. Да, потом были колеблющиеся, сомневающиеся, с ними тоже поработали, чуть-чуть там кнутом, чуть-чуть пряником, сработало, да. Потом пришлось все-таки действовать такими более жесткими методами, вводить в какой-то степени обязательную вакцинацию для работающих госучреждений, потом для всех остальных. Вот что касается бустерной вакцины, здесь, наверное, тоже понятно, что это, наверное, больше вопрос к правительству, чем к вам, но вот ваши ощущения, вот какая здесь должна быть тактика опять пытаться действовать прошлыми методами и сказать, ребята, ну, вот смотрите, мы ведь аннулируем вам QR-коды, да, вы, конечно, молодцы, что дважды привились, но в какой-то момент вы тоже больше никуда не попадете, будете сидеть дома как невакцинированные. Я чуть утрирую, ну, так, чтобы было понятно людям, да. Есть второй метод сказать, что, слушайте, ну, вы и так сознательные граждане, вы уже в свое время полностью вакцинировались, но сейчас настала необходимость проходить бустерную вакцину. Мы вам предлагаем, не знаю, разные такие бонусы, такие бонусы, то есть все-таки напирать не на то, что мы вас накажем, да, а действовать более благожелательно. Какой сценарий, на ваш взгляд, был бы предпочтительнее? Ну, разумеется, предпочтительнее сценарий честного диалога с обществом, где нету никаких элементов вот этого навязывания, да, но мы просто на практике видим, что у нас была первая волна вакцинации, которая закончилась в июне, перед Лигой, в принципе, и потом у нас было 4 месяца такого сухого периода, и потом ввели определенные обязательства, связанные с сертификатом, и опять люди пошли вакцинироваться. И, конечно, если бы не было вот этой второй волны вакцинации, то тогда ужасная ситуация в больницах, которая была в октябре-ноябре, была бы еще ужаснее, еще бы дольше у нас длился локдаун. То есть, ну, это вопрос, этический вопрос каждому, да. Но уже Европейская комиссия, в принципе, сделала, можно сказать, свой выбор, и они сказали, что они вводят ограничения на сертификат, который касается передвижения, и полностью вакцинированный человек как бы считается, либо если у тебя есть 2 вакцины, 9 месяцев, и 9 месяцев после второй вакцины ты считаешься полностью вакцинированным, а потом нужно делать бустер, чтобы ты мог без каких-то барьеров пересекать границу Европейского Союза. Ну, видимо, мы тоже пойдем этим путем. Ну, так можно предположить. Ну, я думаю, что да. Но вопрос к политической элите, насколько они готовы на это идти. На ваш взгляд, эти, ну, к сожалению, логичные и с трудом предсказуемые изменения, я имею в виду количество вакцин, то, что считается полностью вакцинированным, и постоянные бустеры, там, 3-й, 4-й, 7-й и 19-й, как уже шутят, не отвернет ли наоборот это готовых вакцинироваться? Ну, просто люди смотрят, ну, зачем мучиться? То есть нет смысла постоянно докалываться и докалываться, и докалываться, и докалываться, мол, зачем? Ну, потому что даже в комментариях под публикациями, и в комментариях под нашим эфиром с вашим участием зачастую возникают именно эти вопросы. Ну, как можно доверять вакцине, если постоянно нужно добирать новые уколы? Я сделал одну, давай еще два. Я сделал два, давай еще три. Да, не, ну, это рациональные вопросы, но чтобы на них ответить, нужно понимать цель бустера, и все-таки бустеры. О бустерах мы начали говорить в конце лета, потому что мы увидели, что в странах, в которых уже в январе-феврале много людей в группах риска получили первые две дозы, через шесть месяцев у них начала падать защита от госпитализации, да, и поэтому были предложены бустеры. Мы пока что не видим, падает ли защита от госпитализации через шесть месяцев после бустера. Вероятно, эта защита будет держаться дольше, и она будет лучше. И поэтому вопрос, вообще придется ли говорить о четвертой вакцине. Может быть, и нет, и как, например, израильские ученые при Министерстве здоровья Израиля, они говорят, что, в принципе, есть и обратная сторона такой частой вакцинации, потому что это называется механизм толерантности. То есть если ты очень много антигена организму даешь, то тогда в какой-то момент у тебя вырабатывается толерантность, и организм больше не вырабатывает иммунный ответ. Ну, например, поэтому мы там пыль в воздухе особо не имеем какой-то иммунной реакции на нее. Ведь так? И поэтому, видимо, при трех дозах мы видим, что толерантность, этот механизм не триггерится, не происходит, но вполне возможно, что после четвертой или, как вы говорите, пятой и шестой дозы это будет. Поэтому я не думаю, что мы пойдем путем, где к концу 2022 года у всех будет четыре вакцины включая. Да. Вот что касается действительно групп риска, это очень, наверное, важный момент всегда. Мы понимаем, что группы риска, во-первых, у них сопутствующие заболевания зачастую очень тяжелые. Плюс понятно, что если они там с ослабленным иммунитетом, говоря простым языком, то у них и хуже вырабатываются антитела. Наверное, им бустерно очень необходимо, действительно, чтобы уберечься от госпитализации и прочих осложнений. Значит ли это, что отдел вакцинации будет специально как-то работать, если такое слово можно сказать, с группами риска? Потому что понятно, что человек там, не знаю, условно говоря, 30-летний, без хронических заболеваний, не знаю, лишнего веса, относительно здоровый, с двумя вакцинами. Но, может быть, для него это сейчас не самое актуальное, именно побежать и первому сделать эту бустерную вакцину. Группа риска. Ну, если можно так сказать, то с точки зрения организации процесса, это повышенная работа с группами риска уже была, начиная с сентября, когда первые бустеры предлагали именно людям, у которых иммуносупрессивные заболевания, или, например, они недавно сделали трансплант, и поэтому им необходим бустер. Потом это было предложено людям старше 65-ти, и лишь в какой-то момент в ноябре, 9 ноября, предложили уже всем людям. То есть процесс был именно под это заточен, но мы видим, что отзывчивость примерно 25-30% идет за бустером. То есть вопрос, будет ли какая-то особенная коммуникация с группами риска о бустерах, но в данный момент такая не планируется. Но стоит понимать, что по сравнению с августом, когда о бустерах мы говорили именно в контексте групп риска, и через 6 месяцев падает защита от госпитализации, то сейчас меняется этот нарратив немного, потому что мы видим, что бустеры — это эффективный способ, как уменьшить вот эту волну омикрона. Мы видим, что человек после бустера где-то минимум 4, ближе к 10 неделям, а может быть и дольше, защищен от инфекции омикрона с вероятностью 50-80%. То есть достаточно высокая эффективность, если это ближе к 80%. И поэтому мы можем именно обеспечить государство такой непрерывностью работы инфраструктуры. Если, например, полицейские, работники, фабрик, пожарные, доктора сделают бустер, то у нас не будет ситуации, как в Нью-Йорке, где 5 дней назад каждый пятый полицейский просто не вышел на работу. Это тоже такой момент. В таком случае напрашивается логический вопрос. Либо этот бустер должен стать обязательным, либо все-таки какая-то информационная кампания должна быть. Вы только что сказали, что, скорее всего, ее не будет. А как добиться вот этой бустеризации? Особенно в сферах, отраслях, в профессиях, которые вы только что перечислили. Я упомянул, что не будет кампании, как минимум на данный момент, я не видел, чтобы такая была запланирована, чтобы она была заточена именно под группы риска. А в принципе, конечно, коммуникационная кампания о повторной вакцине уже в силе с конца декабря. Я все время вижу в социальных сетях ролики с такой очень интересной музыкой. Мне нравится на фоне, которая говорит, сделай бустер сейчас, не откладывай. Да, вот такой момент. Еще, может быть, два аспекта в завершении. Что касается бустера и групп риска, на самом деле, может быть, надо больше работать, если такое слово здесь уместно, с теми врачами-специалистами, и семейными в том числе, которые лечат или наблюдают за группой риска. Понятно, что те, кому сделали трансплантацию почки, понятно, что они тоже проходят консультацию специалистов, принимают эти иммуносупрессивные препараты для подавления иммунитета. Все это ясно. Но вот, может быть, как раз с ними надо работать, с врачами, чтобы они сами рекомендовали своим пациентам, что вам нужно сделать бустер. Мне кажется, это самый подходящий момент. Я согласен. Я как бы не совсем понимаю, что еще можно сделать с точки зрения организации процесса, чтобы врачи сами мотивировали всех пациентов, которые входят в кабинет, делать бустер. Потому что, казалось бы, информации полно, особенно у медперсонала. Я думаю, это во многом уже вопрос инициативности собственного медработника. На мой взгляд, учитывая, что у семейного врача, у хорошего востребованного семейного врача счет пациентов идет на сотни, ему есть чем заниматься, кроме как отправлять смс с напоминанием. Поэтому я, например, доверяю родному государству, потому что я получил и смс-ку, и мейл. Мол, уважаемый Александр, у вас там прошло столько-то времени, сходите, пожалуйста, на бустер. По-моему, это в данном случае скорее... Ну, сама информация дойдет не до понимания, а чисто физически она будет получена рецепиентом, в отличие от семейного врача. Сейчас им грипп начинается, между прочим, сколько уже первых случаев заболеваний. Прочие проблемы со здоровьем есть. То есть, ну, как я уже сказал, у семейных врачей есть чем заниматься, повседневная работа. Рассчитывать на то, что они должны еще помнить и об этом, мне кажется, перекладывать на них дополнительную нагрузку, не всегда оправданную. Ну, я думаю, ну, как сказать? Во-первых, смс-ки, как вы говорите, Александр, вы же получили смс-ку от нас или нет? Да, но я получил ее от вас, а не от семейного врача. И, в общем-то, и не жду от семейного врача. Дай бог ей здоровья. У меня, кстати, замечательнейшая врач. Да, ну, смс-сообщение мы рассылаем, и мы, опять же, начинали именно в порядке приоритетности человека. Если человеку 80 лет, то он или она, наверное, получили ее в первую очередь. Но мы продолжаем рассылать. Еще не все люди получили. А, ну, опять же, я не говорю, что семейные врачи должны звонить своим пациентам. Но если пациент приходит в кабинет, то, мне кажется, сейчас сложно не иметь, в принципе, в виду, что происходит волна омикроны, что следует посоветовать. Может быть, такой последний вопрос. Вот насколько исследования уже позволяют утверждать, что, ну, мы знаем, что в прошлом году, особенно во второй половине, когда дельта уже стала доминирующей, в Латвии, ну, заболеваемость резко пошла вверх. Это мы все знаем. Насколько переболевшие дельты относительно недавно защищены от заболеваний омикроном? Неважно, они вакцинированы или нет. Да, на самом деле, данные пока что разнятся. 16 декабря, например, самая респектабельная такая группа экспертов в Великобритании под названием Sage сказали, что на самом деле иммунитет от дельты очень слабо защищает от заражения омикроном от 0 до 20%. И уже неделю позже они сказали, что этот уровень защиты где-то 50%. То есть вы в два раза с меньшей вероятностью в два раза заразитесь омикроном. Если это как-то облегчает, то, в свою очередь, после заражения омикроном мы видим, что защита от дельты очень высокая. Что, конечно, наверное, это мало нам поможет. Это мало поможет, действительно, да. Поскольку такое ощущение, что все-таки омикрон в ближайшие недели или месяцы вытеснит дельту окончательно. Такое ощущение есть, да? Ну что ж, нам остается только пожелать, чтобы все-таки в течение этого года омикрон вытеснился окончательно вообще из нашей жизни. Но это как бы так. Только такие надежды пока. Никита Троянский у нас был в прямом эфире. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас небольшая пауза, после которой следующий гость, политолог Юрий Срозновался. Поговорим о том, что нам обещает ближайшее будущее в плане экономики и политики и в Латвии, и вокруг нашей страны.